О том, насколько эта сделка важная для Венгрии, говорит хотя бы тот факт, что церемонию подписания начали с исполнения полных версий гимнов двух стран. Короткая презентация того, как шли переговоры по обновлению контракта, говорит о тёплых партнёрских отношениях. Шутка ли? Совсем скоро юбилей. Россия начала поставки газа в Венгрию полвека назад. Это, на наш взгляд, очень знаменательная дата, и это очень важный для наших стран и наших компаний юбилей. Залогом такого успешного многолетнего сотрудничества, несомненно, является долгосрочная база для наших контрактов. Фактически мы говорим о продлении наших старых договорённостей, но по новым принципам работы рынка. Плотные ряды флагов, как символ тесного сотрудничества. Подпись на документе ставят синхронно. Первым начинает аплодировать венгерский глава МИД. Контракт с «Газпромом» — это лучший вариант и самое надёжное решение для этого региона Европы, продолжает министр. Цену он не называет, но говорит, что она ему нравится больше, чем прежняя, когда газ шёл через Украину. Благосрочный контракт, подписанный ещё в 1996 году, уже истёк. С кем подписывать новый, сомнений не было. Для Венгрии энергоснабжение — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. Дома, семейные очаги политическими рассуждениями разогреть нельзя, а газом можно. 4,5 миллиарда кубометров будут поступать в Венгрию ежегодно на протяжении 15 лет по двум путям. Основной объём — 3,5 миллиарда по турецкому потоку до Сербии. Оттуда — по специально построенному дробопроводу в Венгрию. Вторую часть — миллиард кубометров — поставят через Австрию. Так или иначе, в обход Украины, которая очень обиделась. Демонстративно отменила совместное заседание Межправительственной экономической комиссии и будет жаловаться ЕС. Украинская страна обратится в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В Еврокомиссию украинские жалобы явно утомили. Там ответили дежурно, что информации у них пока нет и обсуждение преждевременно. А вот в Будапеште Киев жёстко поставили на место. Мне очень жаль, что украинцы отказались от совместного с нами заседания. Я не понимаю, какая связь есть у этой готовящейся встречи с заключённым сегодня соглашением. Мы протестуем против попыток вмешательства во внутренние дела Венгрии. Нужно рассматривать контракты без отрыва от реальности. Либо они хотят сотрудничать, либо нет. Если их позиция изменится, мы с удовольствием их примем. Киеву посоветовали рассматривать контракты в связке с реальностью. Благодаря такому подходу, подчеркнул министр, венгры будут платить меньше других за газ в Европе. Условия поставок останутся неизменными вне зависимости от ситуации на рынке ещё как минимум на десяток лет вперёд. Для венгерских потребителей вопрос, по сути, закрыт. Больше не придётся следить за растущими ценами на голубое топливо или бояться замёрзнуть зимой.